как я уже сказал это будет гуляльное видео поэтому уж его включили досмотрите его пожалуйста конца поехали я буду говорить на эту камеру здесь микрофон плохой но что я хочу сказать вот я лишний раз пришел к выводу что в такую погоду надо ходить в этой зимней куртки вот к примеру если мы реально заблудились то мы бы конкретно замерзли мы бы прямо но образно говоря от холода дрожали таких вот перчатках с обрезанными пальцами да хотя у меня есть белые перчатки эти строительные но сейчас это не главное мы разумеется с собой взяли теплые жилетки если что под куртку мы бы оделись у нас тем более они лежат в рюкзаках и полюбасу мы бы как-то двигаясь прошли весь этот путь вышли бы все равно на дорогу мы бы вышли либо на старую суздальскую либо на окружную все бы зависело от того в какую сторону пошли либо мы бы вышли в артеме но это было бы очень далеко и я бы не хотел выходить в артеме скажем так такая заметка напоследок вроде как все сказал что хотел в общем будьте аккуратнее одевайтесь даже весной идя в лес в теплые шмотки и ты кстати ушанку то взял он хотел взять ушанку но видите тем не менее он ее не взял нет я тебе сказал если ты хочешь взять ушанку то возьми ее в рюкзак то есть передумал ты сам ну вот видите он он передумал все равно и не положил но ты на меня стрелки не переводи я тебе сказал зачем ее одевать если мы пойдем в капюшонах это разные вещи я тебе ее предложил сунуть в рюкзак но так как все-таки дети им лень я себя еще помню в детстве я бы тоже сказал да нафиг она мне и не взял бы но тем не менее в такой ситуации вам бы понадобилась это ушанка может мы с ним даже по очереди грели голову ушанкой так что ребята не злоупотребляйте антимерами безопасности и если вы все-таки пойдете в лес это относится к молодым кто нас смотрят всегда предупреждайте кого-то у вас есть ватсап у вас есть контакт у вас все равно по любому у кого-нибудь есть инстаграм и вы туда заходите через vpn поэтому всегда сообщайте человеку что вы пошли туда-то туда-то и если вы вдруг случайно заблудитесь то по крайней мере люди хотя бы будут знать где вас искать вот теперь наверное точно все и на этом месте всем пока увидимся в следующем видео это будет дополнение видео где мы заблудились в лесу вот я об этом говорю всем то есть мне не интересно ходить в обычный так скажем где когда все четко мне интереснее вот такое время хотя снег уже стал идти меньше буквально минут 40 назад он валил вот такими хлопьями это как раз мы пробирались по всем этим зарослям в лесу и не знаю как серёге мне жутковат конечно не было но у меня был такой вопрос хер я вообще заблудился в трех соснах ты как в этот момент еще но не очканул ничего но лишь молодец а я думал все равно как так вышло вот почему я и не хочу ходить по старым маршрутам по всем вот этим лесным тропинкам ну какой как я это все видел мне это как бы уже ни о чем можно сказать что нам не хватает там адреналин чека да я бы сказал нам не хватает не то что адреналин чека а прямо как говорится это кайф получше всяких разрешенных средств которые можно выпить намного интереснее заблудились в лесу вот это адреналин но при этом надо иметь этот как его все-таки какой-то электронный прибор который по спутнику вас вы и кстати да google исключить ищите альтернативные источники по ходу google над россией больше не работают сша я чё думаю пойдем по тропинке потому что чтоб вот так не петлять тут мы сейчас прямо и прямо или чё или по дороге вот ведь дилемма ну чё пойдем тогда по дороге хотя не пойдем здесь здесь блин ровнее мы объездили за последние сколько с 2016 года я объездил уже весь район и и мне не особо ну как сказать нету вообще никаких мест которые бы я уже не видел но если только доехать до озера пакина вот и посмотреть там что творится а больше то некуда остальное все проверили вот мы купили себе рюкзаки купили спальники и скорее всего мы летом будем уже ходить куда-нибудь на дальние дистанции вам кстати причина почему в этом лесу нельзя делать никакие землянки ничего тут он приедут вот так лес пилить и найдут вашу землянку потому что как такового леста нет но с другой стороны если бы не эти вырубки мы бы получается сегодня заблудились и хуй знает в какую сторону бы мы вышли так что было весело и познавательно в чем ошибка а мы забыли сегодня включить страву по надеялись на google но забыли что google то россию кинул и поэтому оффлайн карта как-то некорректно работала она мне север то там показывала то там то он там то сзади и каждый раз с такой уверенностью что север там блять пиздуйте туда если бы мы по ней пошли ну просто блин реально орали помогите вот примерно было бы так но он насколько выше она устал а то она сломается ну хоть так и вот еще один момент сейчас google отключил всем рекламу у кого на каналах была монетизация у меня она была и сейчас появилась возможность снимать вообще все подряд то есть изначально мы этот канал начинали для себя и для своих друзей потом нам каким-то непонятным для меня чудом пришла монетизация на мое удивление мы даже не рассчитывали с нашим контентом что у нас это выгорит дело и вот когда это дело выгорело один всем известный человек сделал так что у русских больше нет монетизации так что ребята теперь мы будем снимать все подряд снова для себя вот типа вот таких всяких мега черных идолов но это я прикалываюсь это просто сгоревшие дерево спрашивали тут у меня что у меня за юмане кошелек такой появился в описании то есть спрашивают у меня в реале до отвечая я всегда через интернет мне посоветовали так сделать еще в момент когда была монетизация сказали что это как бы в современном мире нормальная практика люди кто посчитает нужным сами положит и не надо ни у кого ничего образно говоря просить и ждать ни от кого ничего просто сделал и пусть висит вот как то так поэтому и появился этот счет вот ведь как интересно снег то уже закончился практически мелкими снежинками идет а как валил дорогу следов то вообще не видно хотя здесь вот под елками что и он стоит какая-то . очередной как я называю ладно воздержусь все уехал бледовоз чё-то быстро больно уехал